здравствуйте уважаемые дамы и господа мы находимся на производстве замостойки дверей сейфов компании монолит сегодня у нас будет обзор нашей новой модели модели монолит премиум это модель 21 года модель включила в себя лучшие черты от каждой из наших моделей модель была сформирована спросом наших заказчиков то что они хотят видеть в своей двери и мы поговорим как о замках о защите замков о декоративной отделке о декоративных элементах о всем том что включила в себя эта модель давайте теперь о всем поподробнее начнем с металлоконструкции металлоконструкция двери это основа ее взломостойкости ее защитных свойств это основа ее надежности это срок службы двери это основа ее герметичности а в итоге и звукоизоляции поэтому металлоконструкция это в любом случае самое важное в двери уже замки являются дополнением к металлоконструкции и в нашей конструкции которые мы производим наших моделях это всегда баланс между подбором замков и не секретности их него формата и металлоконструкция которая все это защищает многим может показаться нашим металлоконструкции тяжелыми которые со временем просядут которые там с ними будут проблемы скажу что это далеко не так и проблем с нашими металлоконструкциями в десятки а то и сотни раз меньше чем с конструкцией которые весят двое в трое в четверо раз меньше чем наши конструкции и И достигается это именно правильным распределением материалов в данной конструкции. Я сейчас объясню, почему. Значит, металлоконструкция состоит из двух листов металла, между которыми установлены сетка из ребер жесткости из 50-го уголка. Это два вертикальных и семь горизонтальных. По периметру также идет 50-й уголок с четвертой толщиной полки. Зона замков это 6 мм металла с внешней стороны и 6 мм металла с внутренней стороны полностью. То есть замки обтянуты 6 мм металла. Такая конструкция направлена на то, чтобы нельзя было разорвать зону замков и получить доступ к механизму замка. Условно там даже разобрать его по винтикам, либо его затолкать вовнутрь, либо вверх-вниз. 6 мм это уже толщина металла, которая не поддается разрыванию, разгинанию. То есть это те методы, которые можно применить более чем на 90% дверей. Поэтому в этой зоне применить меньшую толщину металла просто никак нельзя. Почему замки обтянуты с внутренней стороны металла? Потому что предлагая усилия, допустим, на отжим, то есть если полотно двери отжимать от рамы, полотна замков на самом деле, то есть их ригеля останутся в раме, и полотна замков они вырвут внутренний лист, какой бы он там ни был, двойка, либо он будет тройка, либо у некоторых вообще нет внутреннего листа, зато снаружи там чуть ли не десятку они наваривают. То есть приложив усилие на внешний лист, то есть внутренний лист, он просто вырвется полотнами замков. И в таком раскладе дверь будет отогнута, корпуса замков уже деформируются настолько, что они просто выйдут ригеля из рамы. Поэтому с внутренней стороны 6 мм металла обязательно также нужны. Почему, допустим, идет такая плотная сетка с 50 уголка по полотну? Есть такой инструмент, уже в интернете очень много видео с этим инструментом, это так называемый киличный нож. Это тот инструмент, который может практически с каждой дверью, просто он забивается либо в глазок, либо просто забивается в любом месте и разрывает. Лист двойку он режет, в принципе, очень легко, просто, бесшумно. Даже лист тройку он, в принципе, тоже может резать. Лист четверку, в принципе, уже как бы такой инструмент, как правило, не берет. Поэтому можно было бы просто применить по всей плоскости лист четверку, хотя приложив большие усилия и время, то даже лист четверку можно потихонечку рвать киличным ножом. То в нашем случае вот эта сетка из ребер жесткости, которая ребра имеют толщину 4 мм, то они создают уже 6 мм толщину, которую уже киличный нож никак не берет. И второй, скажем так, стоп для киличного ножа, это когда он во что-то упирается. То есть он может спокойно, если бы у нас были ребра только вертикальные, то можно было бы сверху донизу спокойно распороть лист, этому бы ничего не помешало. Но в нашем случае идут два вертикальных ребра, 7 горизонтальных, которые создают ячейку, которая, в свою очередь, не позволяет разорвать такие большие отверстия киличным ножом, разрезать, чтобы можно было туда либо влезть, либо открыть дверь целиком. Со стороны петель установлены антисрезы противосъемы. Они также являются обязательным условием взломостойкой двери. Так как петли, допустим, направляющие петель, можно как пересверлить, довольно бесшумно перепилить. И, допустим, не имея антисрезов, либо имея какие-то фиктивные, вкручивающиеся, можно просто петлевую сторону двери отогнуть, вывести. И, в принципе, ригеля замков, они все выйдут из рамы, то есть, вне зависимости, сколько здесь, 3, 5, либо 10 замков. Поэтому антисрезы идут в нашей конструкции. Наши фирменные, это максимальная их длина, большой диаметр. И они также внедрены в металлоконструкцию, идут до первой ребра, тем самым распределяя нагрузку полотна двери на петли, правильно, то есть, именно на петлевую сторону. И также несут защиту от этого инструмента, как киличный нож. То есть, разрезать вот эту петлевую зону, так же киличным ножом не удастся, потому что антисрезы имеют диаметр 16 мм, киличный нож тоже никогда в жизни такую толщину не возьмет. Дальше вся металлоконструкция, она переходит в раму, то есть, ее защитные свойства, защита и озлома. Рама выполнена из 5-миллиметрового металла, то есть, это тот металл, который, опять же, уже не поддается разрыванию, разгинанию. Здесь не идет металл, там, полтора миллиметра, там, либо два, либо даже три. Здесь, как бы, взят сразу металл 5 миллиметров. И крепление, то есть, крепление здесь так же, там, оно не идет просто просверленное отверстие в раме, и вот на такой глубине, как бы, в стене, забиты какие-то анкера, и оно все крепится. Здесь идут монтажные уши, которые удаляют крепление, которые максимально используют толщину стены. То есть, если это стена-кирпич, то крепление производится на удалении от внешней плоскости стены 12 см. То есть, мы используем половину кирпича. То есть, одно дело выколоть 4 см кирпича, то есть, приложив усилие, то 4 см кирпича не выколется. То ли это 12 см кирпича, такое уже никогда, толщина кирпича, она не выколется. А с учетом того, что этих креплений 12, по 5 на каждую сторону, и 2 вверху, и забиваются пруты, и все это на сварку крепится, то крепление, оно абсолютно не вызывает сомнения, как с точки зрения защиты от взлома, так и сейчас мы переходим с точки зрения надежности и срока службы двери. Потому что вот эти все провисания дверей, вот эти все проблемы, они, как правило, не из-за веса двери происходят, а они происходят из-за толщины материала, из чего эта дверь сделана. И они происходят из-за неправильного крепления данной конструкции в двери. То есть, как правило, крепление конструкции в двери, это приехали, скажем так, на 4-6 анкеров, забили в стену, пеной запенили, и в принципе, дверь, как правило, в таком типе монтажа держится на пене. То есть то, что она там весит, дверь 40 килограмм, даже со временем она расшатывается и в итоге начинает затирать, начинают планки замков бить в раму. Она вся теряет свою геометрию, потому что уже, допустим, верхний угол прилягает, а нижний уже не доходит. Все это из-за того, что рама, она не держится, полотно двери, оно не намертво стянуто со стеной. Это обязательное условие для срока службы двери. И еще, как бы, со стороны надежности, опять же, некоторые говорят, почему у вас не 3, не 4, не 5 петель. Вот я там увидел на той фирме, у них там 4 петли, и это в любом случае срок службы этой двери будет в несколько раз дольше. Скажу, что вот наши 2 петли и те нюансы, которые учтены при сварке этих петель, то они позволяют получить срок службы двери, даже при таком весе, при таком количестве петель, срок службы двери. И ее надежность, она в несколько раз выше, чем у дверей, которые весят двое, втрое, в четверо раз меньше, и у которых 3, 4 или 5 петель. Что в петлях самое важное? Это площадь сопряжения петли с материалом полотна и с материалом рамы. И толщина материала, к чему они приварены. То есть, если это, естественно, приварены 3 петли к листу двоечки наружному и приварены к 2-х миллиметровой коробке, в таком раскладе, естественно, то 2 петли они никогда в жизни себе не смогут позволить поставить. А так как у нас петля приварена к 6-ти миллиметровому полотну и к 5-ти миллиметровой раме, при этом вот такого огромного формата петли, которые мы используем, у них площадь сопряжения с материалом, она ровно такая же, как 3 меньшего формата петли, которые используют. Вот именно переходя на следующие, скажем так, это удобство, то есть пользование дверью, это на 3-х, на 4-х, либо на 5-ти петлях вы никогда в жизни не получите ту легкость хода, которую можно получить на 2-х петлях. Поэтому мы используем всегда 2 петли, всегда на подшипнике, который рассчитан на тонну 150, и всегда вот такого огромного формата петли. Поэтому в нашем случае всегда дверь ходит очень легко, даже при таком огромном весе. И она ходит очень долго. На практике можем сказать, что за все время использования вот такой схемы 2-х петель и вот такого огромного формата не было ни одного даже намека на то, чтобы дверь как-то провисала, либо она там проседала. То есть подытожив, хочу сказать, что проблем, которые возникают с нашей, на взгляд многих, сверхтяжелой, сверхмощной конструкции на 2-х петлях, десятки, а то и больше раз меньше, чем с дверьми, которые весят в 2-3-5 раз меньше, чем наши двери. Именно благодаря тем нюансам, которые я вам в этом видео описал. Теперь я хочу перейти к конструкции, как элементу, который обеспечивает герметичность и звукоизоляцию. Наши металлоконструкции, вот как раз благодаря такой металлоемкости, такой мощности, это конструкция, которая вообще не имеет какой-либо деформации. Взять практически все двери, то есть у нее образно, если потянуть за один угол, второй угол у нее останется, допустим, на месте, а нижний угол спокойно будет ходить вне зависимости от верхнего. Это именно из-за того, что конструкция не имеет той сверхжестости, которая есть у нас. Наша конструкция, если вы будете тянуть нижний угол, то пока не будет выходить верхний, нижний абсолютно не будет подаваться. Ни середина конструкции, ничего. То есть у нас она имеет абсолютную жесткость. При том, что рама также полностью сопряжена намертво со стеной, то вот эти два элемента, рама и полотно, их имеет смысл сделать идеально ровными и свести в идеально ровный зазор. То есть этот зазор сверху и снизу, он будет абсолютно одинаковый. Также на петлях он будет сверху, посередине и снизу, он будет абсолютно одинаковым. То есть в таком случае, правильно подобрав зазор и высоту уплотнителя, в нашей конструкции всегда прилягание происходит абсолютно по всему периметру двери, что в свою очередь дает идеальную герметизацию. А уже получив стопроцентную герметизацию, мы можем говорить о звукоизоляции данной конструкции. Поэтому герметизация, благодаря опять же той же металлоемкости, жесткости и правильной геометрической форме, она получается стопроцентной герметизацией. А звукоизоляция обеспечена наполнением полотна и, как правило, это 16-мм панели MDF, которые в сумме имеют 32 мм толщину, что в свою очередь практически межкомнатная дверь. То есть мы, получается, если рассматривать, как устроен звук, это вибрации, которые попадают в MDF 16-мм, который в свою очередь является хорошим звукоизолятором. Он эти вибрации снимает по максимуму, далее они попадают на металлоконструкцию, которая наполнена минватой, и уже оставшиеся вибрации звуковые уже снимает внутренняя панель. То есть по звукоизоляции наши двери очень хорошие. То есть это подтверждено, опять же, нашими заказчиками. При наличии хороших правильных стен и отделки MDF-накладки, то звукоизоляция получается очень высокая. И еще один нюанс, который никто не использует для получения звукоизоляции дополнительной, это конфигурация рамы. Многие используют конфигурацию профильной трубы, это когда стена и рама имеют зазор между собой. То есть рама и стена, она заполнена пеной, это понятно. Но это как с точки зрения защиты, это огромный минус, так как между стеной и рамой есть возможность ставить инструменты и начать их как бы разводить в этом месте. Наши рамы, они всегда перекрывают, то есть полка 5-миллиметрового уголка, она всегда ложится на стену. Это в любом случае. Это также обеспечивает дополнительный барьер для звука. И дополнение всему этому мы используем очень толстые наличники. У нас наличники 26-30 мм, даже до 40 мм у нас бывает толщина наличника. Вот эта толщина наличника, она также работает, как и две панели МДФ здесь на полотне. Они также работают на раме, вот перекрывая вот этот зазор между рамой и стеной. То есть поэтому это тоже дополнение к звукоизоляции. И также к внешнему виду, потому что полотно у нас очень толстое за счет металлоемкости. И вот этот перепад, если бы мы использовали 16-й либо 10-й наличник, то это было бы просто, ну, смотрелось бы смешно. Вот это также является нашей конструктивной особенностью, которая также добавляет дополнительные свойства, положительные нашим дверям. Так вот, подытожив. Конструкция, которая применена в Monolith Premium, это конструкция от Monolith Standard, которая себя зарекомендовала как конструкция с высоким уровнем взломостойкости, конструкция, которая рекомендовала себя с высоким уровнем надежности, звукоизоляции, герметизации. В Monolith Premium применена именно такая конструкция. Далее мы переходим к замкам и их защите. Монолит Premium комплектуется двумя замками. Это цилиндровый и сувальдный. И двумя цилиндрами. Это постоянный цилиндр Tocos Pro и временный цилиндр на период ремонта. Верхний замок идет ESEO 612D. Замки защищены 16-миллиметровыми калеными пластинами на весь корпус замка, как нижний, так и верхний. Цилиндровый замок CHIZER REVOLUTION PRO защищен. Броненакладка AZEFAUSTA. Специальная версия с самой толстой шайбой. Толщина шайбы более 11 мм. То есть это огромный плюс с точки зрения защиты именно цилиндрового механизма. Также броненакладка выполнена в так называемой форме юбки. То есть когда она заводится изнутри под металл. И сбить ее, сорвать не представляется возможным. Поэтому по замкам комплектация идет такая. Повторю алгоритм работы. Он также сохранен как на Monolith Standard. Когда вы закрываете нижний замок, вы перекрываете ключевое отверстие верхнего замка. И кроме этого идут дополнительные точки запирания вверх и вниз тяги. Это все остается как и на Monolith Standard. Опять же, то есть зарекомендовала себя как надежное и очень рациональное решение с точки зрения защиты. От многих заказчиков, которые там обойдут салоны дверей. И где им говорят, что это зачем оно вам надо. Это все отпадет. Это все перезапорные системы. Они ничего не дают. Зачем вам эти тяги? То есть их уже никто там эти двери не будет отгинать. Это всего-навсего слабость тех производителей, которые так говорят. Действительно, допустим, сделать сверхнадежную систему тяг и перекрывание ключевое отверстие дополнительных замков реализовать очень сложно. Очень сложно с точки зрения времени на это потраченного. И с точки зрения комплектующих, которые для этого нужны. Включая правильно подобранный замок. Правильно спроектирована конструкция самого полотна двери. Чтобы там ничего не мешало, ничего не затирало. Но для заказчика это огромный плюс. Это перекрытие ключевого отверстия. Когда вы, то есть уходя из дому, и закрывая нижний замок, вы перекрываете ключевое отверстие верхнего замка. Но это реально огромнейший плюс. То есть жулик, который подойдет, он даже не сможет определить, какой здесь стоит замок. Это первый плюс. Нельзя будет вывести из строя верхний замок. Это тоже огромный плюс. Поэтому минусов никаких нет. По надежности не было никогда никаких даже намеков на проблемы с такой системой. Поэтому мы ее используем, вот именно начиная с Monolith Standard в каждой двери. Monolith Premium, естественно, эта система применена. Теперь дальше мы переходим к отделке и декоративным элементам. Monolith Premium сразу же выделяется фирменным стилем. Монолит это торцевые планки, которые по умолчанию идут на Monolith Muscule. И которые в Monolith Standard нужно было оплачивать как дополнительную опцию. В Monolith Premium сразу же идет весь спектр пленок, которыми может быть покрыта MDF накладка. То, что в Monolith Standard нужно было немножко бы доплатить за вот эти вот специальные пленки. Поэтому Monolith Premium имеет ряд преимуществ по сравнению с Monolith. И он уже включил в себя тот, скажем так, пакет опций, которые бы хотел видеть наш клиент. Наши заказчики это люди, которые хотят получить надежную, качественную вещь, которая будет им служить долго. Которая не потеряет в цене, как допустим, вот рассмотреть покупку двери, масс-маркета двери. То после того, как вы ее поставили, ну в лучшем случае она как бы прослужит вам максимум 3-5 лет без поломок. При этом она абсолютно не будет нести никакую защиту, абсолютно. То, что вы туда поставите, потом вы поймете, что там стоит цилиндр, там фуаро, который у нас используется как временный цилиндр. То там идет как постоянный, и вы его поменяете там на какой-то цилиндр мультилок. В целом ваша защита, вашей двери она не изменилась. Но как бы кроме защиты еще остается ее надежность, ее удобство, ее звукоизоляция герметичная, все эти параметры. Естественно, вот эти, скажем так, масс-маркет двери, они как кроме того, как мы уже сказали, что не будут иметь защиты от взлома, защиты от вскрытия отмычками. Они не будут иметь устроек службы, они не будут иметь герметизацию, звукоизоляцию. Это все понятно. Вы, в принципе, покупая эту дверь на тот бюджет, который вы потратили, ну здесь как бы надеяться на то, что это все будет, это безусловно не так. Но в то же время вы должны понимать, что дверь, которую вы там заплатили условно там 15-12 тысяч, я уже не говорю там за двери за 5 тысяч, это двери, которые в принципе, ну можно открыть вот просто голыми руками. То есть разъяренный сосед ее просто разорвет, эту дверь, поэтому это не дверь. То есть те замки, которые там стоят, они просто выйдут из строя. Но при этом там, когда вы тратите уже там 15 тысяч на дверь, вы должны понимать, что ну чудо не произойдет. И дверь за 15 тысяч, она будет лишена вот этих всех свойств. Ну абсолютно те, которые я перечислил, она будет лишена всех свойств. И что самое важное, допустим, на самом деле сейчас и за 20, и за 25 тысяч двери, которые там замок мотора, то есть у которых там отделка ромбиками, это все понятно. Но это все эти двери, которые, как говорится, где потяни, там она и порвется, эта дверь. Поэтому эта дверь, она никогда не будет иметь цены. То есть образно, через 5 лет, ну допустим, если вы захотите, скажем так, продать объект, в котором эта дверь стоит, то человек, который ее будет покупать, условно, квартиру, то он эту дверь оценит ровно в 0 гривен и 0 копеек. То есть эта дверь, он в первую очередь захочет ее убрать и поставить туда, ну ту дверь, которую он уже захочет. То, что он как бы, возможно поставит такую же дверь, возможно поставить такую же дверь, если он опять же будет это все смотреть на то, на сколько у него хватает денег. То это будет, опять же, шило на мыло, извините за выражение. Но если это стоит на объекте вот такая дверь, то поверьте, через 10-15 лет эта дверь будет оценена как изделие. То есть и в принципе в ней достаточно будет, возможно там поменять цилиндр, возможно там, если нужно будет перекодировать замок, то есть вот в данной модели тоже идет перекодировочные замки. И даже при желании, то есть эта дверь, даже при желании, она будет стоить того, чтобы даже на ней поменять отделку. То есть это порядка 100 долларов стоит вот такая накладка, которую можно либо своими силами поменять. Здесь все съемно, здесь все меняется, здесь ничего не приклеено наглухо. Дверь полностью подлежит разборке, сборке, как замки вынимаются, вставляются. Здесь ничего не поставлено наглухо, как вот в дверях, которые там и по 20, и по 25 тысяч, там вот оно все склеено, забито, заварено. То есть там уже абсолютно ничего с этой дверью не сделаешь. Естественно, та дверь она ничего не будет стоить со временем. А вот такие изделия, они будут иметь стоимость, и допустим, та же квартира, в ней все равно можно учесть даже стоимость вот такой двери. То, что я хотел бы сказать, что наша продукция, она никогда не обесценивается. То есть у нас вот идет всегда, прирост идет по спросу на нашу продукцию, это в первую очередь. Все это происходит без ущерба для качества в нашей продукции. То есть у нас качество может быть либо выше, либо такое же, но ни в коем случае оно не может быть ниже. И то же самое, мы всегда держим планку по актуальной комплектации, конструкции, внешнему виду, надежности. По всем этим параметрам это всегда повышает стоимость нашего продукта. Наши клиенты, к примеру, которые покупали наши двери два года назад, даже при учете там инфляции и всего остального, все равно это было дешевле, чем допустим сейчас покупают. Наши клиенты, которые покупали пять лет назад, это естественно было намного дешевле, чем сейчас. Даже если, допустим, человек, который покупает объект, квартиру, он просто даже посмотрит стоимость той двери, которая установлена в той квартире, которую хочет приобрести, то эта стоимость его в любом случае, он поймет, что компания очень серьезная, что продукция очень качественная. И в любом случае даже часть денег можно будет вернуть. Я уже не говорю за то, что если вы даже не будете продавать объект и будете сами пользоваться, то этим пользоваться будете вы, этим пользоваться будут ваши дети и так далее. Поэтому покупайте качественные вещи, качественные вещи, они не могут стоить дешево, но чудес не может быть. Поэтому изучайте вопрос, если вы изучите вопрос, вы поймете, то то, что мы предлагаем, действительно является по соотношению вложенных средств и полученного результата, действительно полученный результат в разы больше. Изучайте вопрос, звоните к нам, приезжайте в городе Киеве. По улице Вискозной 3Б находится наш офис и производство. Рады будем вас видеть. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok